Это вот такие встречи ежемесячные, я думаю, что количество государств будет расширяться, и самое главное, вот это, я повторюсь, движение этой американской бригады к границам Молдовы показало мне, что НАТО не боится уже прямого столкновения с наземными войсками, как ими хочешь. Ну, то есть, это прямо американцы сидят, не румыны, а именно американцы. Это конкретно американцы, конкретнее они. Ну, вот представим, давайте смоделировать ситуацию. Вдруг выдвинулись российские эти полторы тысячи, говорят, что там до трех вместе, там, ну, полторы. Вдруг выдвинулись на Кишинев, а американцы зайдут и будут оборонить Кишинев защищать? Могут и зайти. Это мое предположение, я не говорю сейчас не как официальное лицо, как Алексей Ристович, военный обозреватель. Могут и зайти, да, но просто так не выдвигаются военные. Никто демонстрациями заниматься не будет, то есть, будет адекватно угроза, реакция на угрозы. Санду, президент Молдовы, сказала, что мы сейчас платим цену за отсутствие у нас наших вооруженных сил. Да, Молдова доцаревалась до того, что достроила так свою национальную безопасность, что оказалась слабее своего инклава российского. Так вот, здесь кто-то должен защитить суверенное государство. Это может быть Украина, это может быть Румыния, это может быть Американцы, может быть блок НАТО в целом. Но сам факт выдвижения должен остудить горячую голову в этом смысле. Но сам факт, вот пришли войска выдвижения, тень войны уже, вихрь войны уже закручивают соседние страны, соседние территории. То есть, война идет по сценарию эскалации и расширения. Ну, сейчас эскалации еще нет, по расширению, давайте быть точным, идет по расширению. Эскалировать уже практически некуда, но расширение зоны конфликта, да, идет. Вот, слово эскалации снимем, расширение оставим. Так, с этим...